Всем привет! С вами Дина, и я очень рада видеть вас на своем канале «Коллекция рецептов». Сегодня приготовим популярный французский салат «Нисуаз», а как и все популярные рецепты, он имеет множество вариантов приготовления. У каждого ресторана есть свой секрет приготовления заправки и индивидуальный набор ингредиентов. Поначалу может показаться, что продукты, входящие в состав этого салата, несочетаемы, но результат получается великолепный. Для его приготовления нам понадобится 200 г консервированного тунца, листовой салат, 200 г помидоров черри, 1 сладкий болгарский перец, 1 красная луковица, 150 г зеленой фасоли, 10 перепелиных яиц, маслины без косточек, 1 зубчик чеснока, 2 ст. л. оливкового масла. А для заправки 7 ст. л. оливкового масла, 2 зубка чеснока, 1 ст. л. белого винного уксуса, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, 1 ч. л. каперсов, 4-5 анчоусов, петрушка, соль, сахар и перец. Для начала подготовим салатную заправку. Для этого в чашу блендера выливаем оливковое масло, белый винный уксус, лимонный сок, выкладываем горчицу, добавляем каперсы, анчоусы, слегка измельченный чеснок и небольшую горсть листиков петрушки. Слегка присаливаем и всыпаем немного черного молотого перца. Измельчаем все продукты до состояния однородного соуса, попробуйте его на вкус, мне не хватило немного сахара, доведите соус до своего вкуса. Переливаем заправку в соусник и пока отставляем в сторону. Подавать салат будем на большом блюде, выкладываем на него листья салата, можете использовать любой листовой салат, я взяла готовый микс. Поверх салатных листьев выкладываем нарезанный очень тонкой соломкой красный сладкий лук, также можно использовать лук-порей, шалот или зеленый лук. Сладкий болгарский перец разрезаем, очищаем от семян и нарезаем тонкой соломкой, раскладываем перец поверх лука. Следующим слоем выкладываем стручковую фасоль, у меня замороженная, я предварительно отварила ее в подсоленной воде в течение 5 минут. Промыла под проточной холодной водой и заправила оливковым маслом с измельченным чесноком. Затем разрезаем помидоры черри на две половинки и раскладываем на блюдо поверх фасоли. Если будете использовать обычные помидоры, то выбирайте более сладкие, именно поэтому я взяла черри. Далее разрезаем пополам маслины или оливки без косточек и выкладываем их на помидоры. В этом салате я использую перепеленные яйца, хотя можно взять и обычные куриные. Необходимо отварить яйца в подсоленной воде в течение 3-4 минут, охладить, очистить и разрезать пополам. Следом выкладываем тунец, я использую консервированный в собственном соку. Разбираем рыбу на кусочки и выкладываем на блюдо. Можно взять тунец в масле, если есть возможность использовать свежее филе, то его необходимо обжарить на сковороде гриль и нарезать тонкими ломтиками. Остается только полить салат заранее подготовленной ароматной заправкой. Вот такой салат Нисуас у нас получился. Он очень красивый, вкусный и яркий. Салат Нисуас с тунцом готов и его лучше сразу подавать к столу. Желаю всем приятного аппетита! Если вам понравился этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Поделитесь им с друзьями и оставьте свой комментарий. Подписывайтесь на мой YouTube канал «Коллекция рецептов» и нажмите на колокольчик, чтобы получать оповещение о выходе новых видео. У меня на канале есть и другие рецепты вкусных салатов, рекомендую посмотреть. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов!